Раньше проезды всё было. Теперь ни проездах ничего нет. Чего мы добились? Мы добились того, что простой человек не имеет доступа ни к чему. Вот и всё. Всё от простых людей закрывается. Простые люди ничего хорошего не заслуживают. Давайте посмотрим по геолокации, где я нахожусь. Смотрите, это вот такое вот место, такое как бугорок. Здесь дамба. Давайте посмотрим, сколько здесь у нас глубина. Значит, здесь должно быть глубоко сразу достаточно под берегом. Видите, идёт русло реки Вяча. Вот водохранилище, на котором я сегодня буду ловить рыбу, называется, соответственно, на Вяча. Сзади поляна. Кстати, можно даже палатку вон там где-то поставить, если что. Вот. Недалеко водохранилище находится возле Минска. Это все мои вещи. Сейчас первым делом замешаем прикормку и потом выберем точку ловли. Я замешаю сначала 2 килограмма корма. Это будет лещ спорт черный и крупный лещ спорт. Плюс я добавлю в корм зеленая печка. Набираю водичку. Смотрите, какая прозрачная вода. Столько мне, скорее всего, хватит. Может, даже меньше. Так. Короче, сегодня я ловлю настоящую водя. Я уже, наверное, вас задолбала своими реками. Поэтому я решила поехать на водохранилище и выбрала одно из самых известных водохранилищ Минской области, которое находится недалеко от столицы. Называется водохранилище Вяча. Найти подъезды к водохранилищу оказалось весьма тяжело, потому что все перекрыто шлагбаунами, где-то как-то перерыто валяются какие-то бетонные плиты. Короче, отношения к людям, конечно, как к собакам. И я клонила к тому вообще и закончила не тем, что я буду использовать самый нежный квивертип. Сегодня мне жесткий квивертип не нужен, потому что это на реках используются тяжелые веса кормушек. Здесь у меня вес кормушки будет, ну, грамм максимум до 60, поэтому я ставлю квивертип на полторы унции. Глубина здесь недалеко, поэтому я беру фидер 3,9, а не 4,2. На столе у меня все самое необходимое сейчас. Это корм, это мой мотыль, это мой лиманник, это пинка, это красный опарыш, это белый крупный опарыш, червяк на всякий случай, еще мотыль. Перловка, не знаю, понадобится мне или нет. Вот, я нашла точку ловли, а вот, 60-граммовый вот такой вот маркер в этой точке падал на счет 10, быстрый раз, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Монтаж у меня сегодня паттерностер, и кормить я сейчас собираюсь вот такими вот кормушками 60-граммовыми. Надеюсь, что у меня будет долетать до места назначения. Боюсь, что просто огромная моя вон там кормовая кормушка, она не долетит. Вот, чтобы видели в сравнении, кормовая еще больше. Итак, хоп, так вот забиваю, оп, не сильно, и отправляю в точку ловли. Еще парочку кормушек, и все, я уже закормила свою точку ловли. Мне останется навязать поводок и ловить рыбу, которая будет, я надеюсь, клевать. Сейчас не вижу там у ребят на дамбе особой активности, но посмотрим, может в разных местах сидим, на разные снасти ловим. Все, я закормилась. Желатина мне не давала. Пока не буду, хочу посмотреть, будет ли какая-нибудь рыба без животного компонента. Ну и ловить буду сразу на вот эту вот кормушку, которую мы сейчас устанавливаем. Главное еще зорким глазом своим попасть в кулечку. Я вообще в него попала, вроде да. Так, завела в ушечку. Маленький, ну слава богу, маникюр я сделала, ногти у меня снова короткие совсем, и мне, как никогда, удобно вязать поводки. Забиваю вот так вот всю кормушечку, у меня за 60 грамм я вес. Парыш крупный и мотылька. Так, ребят, походу, первая рыбка. Сейчас посмотрим, кто там у нас. Взял на мотылька. Что-то небольшое. О, отличная. Платвичка первая пошла. Как хорошо. Красота. Красота. Надо чего-то начинать. А платва это хороший знак. Значит, и что мы делаем? Первую рыбку мы отпускаем. Сейчас у меня стало брать на двух опарышей. Двес. Двес. И пучочек мотыля. Оп. 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 Очень длинный поводок получается. Снова. Где вот я в последнее время не рыбачу? Везде, если бы не длинный поводок, я бы, наверное, оставалась в себе без бого, ребят. Двес. Так. Идёмся. Обязательно надо притапливать вот эту лесочку, выравнивать её и натяжечку делать. На улице холодно. Ну, как холодно, может каких-то 18 градусов тепла. Дождя нет, но паспортно из-за этого даже пришлось надеть свой фидерный костюм тёплый. Привыкло уже к теплу, к солнышку. Чуть-чуть холоднее стало сразу, он зимний костюм напялило. Ну, так я сижу, мне хорошо. Так, ребят, у меня там поклёвочка, но я сейчас просто перевязываю себе поводок, потому что мне крючок овнер вообще не нравится. Я вам покажу, какой потом. Перевязываю поводочек, беру себе крючок-колмик. Мне у них нравится больше цевьё. Лиманника беру, а здесь вот чуть-чуть с кормом вот так вот размешаю, чтобы оно было всё это делало равномерно. И дальше вот так. Сейчас посмотрим, вот интересно, поклёвка будет быстрее или нет. И ложивка снова будет мотыль. Ну, вот поклёвочка с лиманником. Я не знаю, кто это, окунь, ёрш, бычок, а может быть плотва или подлещик, но поклёвка уже последовала. Скорее всего, если бы это был окунь или ёрш, он бы взял бы резко и уже засёкся. Учитывая то, что там у меня обсосы, мотыля, это значит, что там белая рыба. Это хорошо. Нужно сейчас всего лишь подобрать комбинацию, которая будет работать. Но такого не бывает. Можете даже не рассчитывать, что вы найдёте то, что будет работать всегда и везде. Вот. А вы видите, как красиво. Нету смысла сейчас подсекать, потому что, если это, допустим, подлещик, он никогда сразу не берёт. То есть нужно дождаться нормальной, хорошей поклёвки. Так что ждём, пока он там объедает нашу наживку. О, ребятки, рыбка наконец-то у меня есть. Хе-хе-хей. На опарша. На одного сейчас посмотрим. Наверное, плотвичка. Вот рыба у меня уже стоит там на точке нормально. Клюёт сразу же после заброса. Вот такая вот замечательная плотва. Тяжёлая рыбалка сегодня. Прям вот нереально. Да, есть рыбка. Сейчас вот нападение было поклёвочкой. Не успела даже кормушка опустить на дно. Благодаря тому, что у меня длинный поводок и небольшого веса кормушка, я смогла нападение поймать рыбу. Сейчас увидим, какую. Знаешь, что у меня два парыша. Пучок мотыля. Ну, какая хорошая плотвичка. Прекрасная. Ну, это значит, что рыба где-то стоит в пол воды. Вот я вам серьёзно говорю. Реально где-то в пол воды, потому что до дна не хватает. Где-то половины счётов. Пол воды. Реально где-то в пол воды. Ну, какая хорошая. Попадлящичек маленький подошёл. Маканец. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, у меня снова поклевочка. Еле заметно. Рыба очень осторожная. Не знаю, опустила только, что будет там рыба или не будет. Не знаю, что повлияло. Может, то, что удлинило поводок. Непонятно. Но стала немножко чаще клевать вот такая вот зачетная паутличка. Как вам батончик? Ну, у меня сисечка нет, ребят, через которые, блин, не пролезет. Так что немножко уползает он там у меня внизу. Но ничего, выживают сильнейшие, значит, им просто повезло. Они сегодня будут жить. Ребята, короче, я тут запросила удочку на червячка. И смотрите, что у меня клювло. Боже, какой ты... Ой-ой-ой-ой-ой, какой ты хороший. Посмотрите, какая прелесть, ребята. Смотрите, какая прелесть. Это ленек маленький совсем. И поймала я его на простую удочку. Я забросила поплавочек на вот такой вот наживочкин. Это червяк. Червяк и закрытая парка. Еще одна рыбка. Лаврик. Здравствуйте. Лавринти. Три пиночки у меня стояла. Давайте теперь поставим четыре пинки. Может быть, рыбе больше нравится. Ладно. Это прям давит немножечко. Что, плотва просто, что ли, простая? Смотрите, как... Ух ты! Вау! Не уходи еще чуть-чуть. Еще немного погорел. Куку-батончик, смотрите, хороший. Но мне нравится такая рыбалка тоже, я могу вам сказать. Когда ты четко ловишь плотву, когда у тебя нет никакой побочной рыбы типа куней, ершей, это здорово. Потому что это продуктивная рыбалка. Это таранька, которую потом можно засушить. Посидеть хорошенько вечером. Попушить ее. Все будет прекрасно. На этот раз она клюнула на две пинки и печок на коля. Попушить с шума. Я закрыла на нее с 2 до 1,5 км. ВЫК ТАЦИИ- Под фирмы. Все будет прекрасно. А, кто? сразу видите поклевочка нападение произошла рыба есть просто нападение за счет того что легкая кормушка повторюсь и за счет того что длинный поводок вот сейчас получилось поймать покажись бэйба и это вот такая вот отличная плотвичка отличная на одного опарыша и щепотку мотолей ну периодически мне удается какую-то плотву поймать но все равно рыба не сдается и продолжает менять свои вкусов и предпочтения на лечится он бесит за этого потому что я не могу понять что ей нужно ребята пока государственное телевидение всех стран устраивают клоунаду мы с вами делаем классное видео о том какой он классный рыбок смотрите какая ухты плотвичка пришла это плотвичка знаете я могу вам сказать одно нужно верить только своим глазам вы видите эту плотву вот она перед вами она есть результаты выборов в беларуси вы видели вы видели как их считали вы что-нибудь видели нет почему это от вертолета что лукашенко полетел кто это летит там я не понимаю на самом деле чем занимаются репортеры и телевидение но я считаю что они недостойны финансирования из государственного бюджета из наших средств потому что мы платим налоги они ничего не производят и я считаю что если они не хотят показывать нормальные новости если они не хотят освещать события происходящие в стране нужно перестать их просто на я уже боюсь что там 25 кадр какой-нибудь идет чтобы у всех зомбировать бы люди которые смотрят телевизор они все одинаковыми фразами отвечают так и снова я поставила пиночку ох идет рыбочка одна плотвичка может попытаться туда убегать напиночку вот опять плотвичка не такой ребята сейчас мужчина рыбак видно то ли что без культурные мужики стали фу позор мужчина в возрасте я не знаю наверное по виду пилет 50 мужчина ваш увидите но вам наверное лет 50 вы на дедушку похоже ну как вы можете себе такое позволять так разговаривать присутствие девушек я не понимаю причем он сказал матом при мне при незнакомом человеке и потом еще сделал вид что типа баба на рыбалке слышите у вас уже давно всех на место поставили чувак я рыбу ловлю точно лучше чем вы все вместе взятые буду издеваться над ними на семье вот они над нами издеваются я буду издеваться не мужиками рыба-то хоть есть где атак пришла чисто непонятно кому так юля ловит больше всех всегда особенно больше мужчин всяких старых красивых которые ходят и ругаются матом клюет одна за одной единственное что протекать не всегда удается но клев вообще просто стабильнейшим просто алибо там стоит просто стеной плотва к сожалению но сегодня я смотрю не ошибка там полно рыбы у всех потому что все бегают туда-сюда по береговой линии с одного места в другое значит нифига не приют ни у кого опа акушевич что там делаешь батя кормушка у меня сейчас 35 грамм леска на поводок 0 1 продолжаем большом количестве использую животный компонент надежда на то что глубины подойдет какая-нибудь крупная рыба и следующая и в с м с рыбалки я показываю вам свой улов за сегодня вот такая рыбалка получилось если вам нравится такая рыба из вы тоже любите разные способы ловли обязательно подписывайтесь на канал ставьте лайки оставлять комментарии и следите за обновлениями всем не хвоста не чешуи пока